Здравствуйте! Вы смотрите новости Кыргызстана в студии Аркин Олымбеков. И сегодня в выпуске. Вместо учебы на митинг студенты Каннского медицинского института пикетировали здание ГКНБ, требуя объяснить, почему им не выдают визы. Наши школы учат не так и не тому. Система образования Кыргызстана будет реформирована. Детей в школах будут учать компетентности. Жизненно важная линия. Китайские строители будут возводить линию электропередач Данка Кимен. Цена работ – 390 миллионов долларов. Итоги своей 100-дневной работы подвела антикоррупционная служба. Результаты, по словам руководителей, неплохие, но в то же время еще есть над чем трудиться. За три месяца своего существования антикоррупционного ведомства, созданного при Государственном комитете национальной безопасности, его сотрудниками было возбуждено 20 уголовных дел, среди которых громкие задержания представителей оператора сотовой связи, руководителя завода по изготовлению алкогольной продукции и других лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных с коррупцией. На встрече с журналистами заместитель генерального прокурора рассказал о том, на какой стадии находятся уголовные дела, связанные с событиями на юге в 2010 году. К примеру, с 5700 преступлений раскрыто всего 400. К уголовной ответственности привлечены 540 человек. Что касается работы антикоррупционной службы, то она пока не в силах вернуть и наказать тех чиновников, которые скрылись за пределами страны после смены власти. Но с учетом того, что, как говорите, беглые чиновники, многие из них каким-то образом смогли поменять себе личные документы, вот именно это является немножко таким моментом, который немножко тормозит нашу работу. Вновь в митингу у главного офиса кыргызских чекистов. Госкомитет национальной безопасности пикетирует около 50 человек. Это сотрудники Каннского медицинского института и родители студентов. Они требуют выдать учебные визы для иностранных студентов, обучающихся в этом институте. В неизвестном до этого широкой публике в УЗИ оказывается учатся около 200 человек, из которых более 80% это иностранные граждане из Индии и Пакистана. Так вот, как говорят митингующие, комитет отказывает выдачи виз многим из иностранных студентов и не объясняет почему. По их словам, если иностранцы по этой причине откажутся дальше учиться в этом УЗИ, то кыргызстанцы, обучающиеся там, могут остаться на улице, так и не получив заветное образование. Реакция чекистов на происходящее у их здания пока не последовала, но митингующие намерены, что называется, стоять до конца. Вы знаете, почему отказывают, они не объясняют. А в законе о внешней миграции, статье 7 и 16, там написано, что отказ визы и задержка визы, там все должно объясняться. А в ГКНБ ничего не объясняют, просто отказывают и говорят, что они не обязаны нам объяснять, почему они отказали и задерживают нам визы. И еще на тему образования школьников в Кыргызстане хотят учить по-новому. Все, что было до нынешнего момента в системе образования, реформаторы называют вчерашним днем. Удивительно, что начинаатели реформ заговорили об этом только сейчас, хотя эксперты уже давно ведут дискуссии о том, что детей нужно учить не только знаниям, но и компетентности. Уроки в школах страны теперь будут проходить по-другому. Главное отличие от прежних методов заключено в четырех словах. Школьников будут учить учиться. А сюда уже входит и учиться зарабатывать деньги, и сосуществовать с разными людьми в одном обществе, и много-много чего еще. Причем всему самому необходимому учить детей планируется, прилично сократив их учебную нагрузку. Времени на школу они будут тратить на треть меньше. Сейчас на кыргызстанского ученика 14 лет приходится 1200 часов в год. Мы планируем сократить эту нагрузку на 30%. Мы также проведем оптимизацию средств, которые будут направлены на развитие дошкольного образования, повышение квалификации учителей. Все это было озвучено на национальном форуме по стратегии развития образования с 2012 по 2020 годы. Приглашены были многие специалисты как из госструктур, так и из неправительственных организаций, так или иначе имеющих отношение к системе образования. Главная новость для них — подготовка кыргызстана к переходу на баллонскую систему обучения. Очень малоподвижные, условно говоря, двухступенчатые присуждения — это кандидат наук и доктор наук — перейти на образовательную систему, так называемую PHD. Это «Philosophical Science». Именно по этой системе, это для Кыргызстана, конечно, новое, но я думаю, мы таким образом только можем соответствовать, так сказать, мировым стандартам. Принять кодекс депутаты, кстати, сами его и разработавшие, планируют уже осенью этого года. Но прежде он будет широко обсужден в вузах и всех соответствующих организациях. Однако уже есть мнение о минусах предпринимаемых властями мер. У нас получается, что мы выстраиваемся по принципу общеобразовательной системы обучения, то есть те небольшие деньги, которые у нас есть, мы направляем на то, чтобы обучать гражданина страны всему, всему понемножку. Это вот как говорил Пушкин, мы все учились понемножку, чему-нибудь, да как-нибудь. Эксперт приводит в пример Ирландию. 15 лет назад республика потратила деньги на обучение подрастающего поколения программированию. Результат – сейчас Ирландия является одной из богатейших стран и крупнейшим поставщиком на мировой рынок компьютерных программ. Иркина Лымбеков, Тенчтык Нурбеков, Бишкек, Кыргызстан. Есть контракт на строительство новой спасительной для страны электролинии. Линией проект Датка Кимин вступил в фазу его непосредственной реализации. Об этом сегодня сообщил член наблюдательного совета Приминэнерго Николай Кравцов. В начале февраля он с коллегами побывал в Китае. Там кыргызские энергетики договорились с китайской компанией TBA о цене проекта. Строители из Поднебесной согласились возвести новую ЛЭП-500 от юга Кыргызстана на север за 390 миллионов долларов. Напомним, о чрезвычайной важности и срочности ее строительства в Кыргызстане не говорил разве что самый ленивый эксперт в этой области. Дело в том, что этот проект кыргызские энергетики называют ничем иным, как спасением для отечественной энергетики. То есть, если появится эта ЛЭП, страна не будет зависеть от общего центрально-азиатского энергокольца, из которого то и дело грозится выйти то Казахстан, то Узбекистан. Кстати, Кравцов, побывавший в китайской компании, уверяет, что она не подведет ни по срокам, ни по качеству строительных работ. Так что все, по его словам, складывается удачно. Мы целую неделю ездили по заводам и убедились, что компания, как предприятие, весьма состоятельная. Она выпускает массу основного энергетического оборудования, которое вообще применяется в энергетике. Фермеры Кыргызстана жалуются на то, что не могут сбыть свою продукцию в соседние страны. Причиной спада спроса на местную сельхозпродукцию стала работа Таможенного союза Казахстана, России и Беларуси. В прошлом, в 2011 году, у фермеров был хороший урожай лука, моркови, капусты и картофеля. Представители Министерства сельского хозяйства посетили Казахстан, в частности, четыре города, где сторонам удалось договориться с логистическим центром, который не только на безвозмездной основе готов предоставить места для хранения урожая, но и обеспечить доставку продукции. Первый караван, состоящий из пяти большегрузных машин, будет отправлен в ближайшее время. В случае удачной продажи, фермеры надеются постоянно доставлять свой товар в Россию через Казахстан. Казахская сторона, то есть логистический центр, как такую продукцию не покупает. Они обеспечивают нам доставку, помогают в части доставки. Предоставляют нам бесплатные складские помещения, бесплатные. Обеспечивают сохранность продукции. Цирк не уехал, но клоуны жалуются. Артисты бешкекского цирка сетуют, что у них коррумпированное руководство. Именно их директор Курман Газей Санаев. Он, по их мнению, прикарманивает средства от аренды манежа зарубежными цирковыми группами. При этом не создал никаких условий для развития творчества отечественных артистов. За семь лет, как говорят они, директор не подписал с ними ни одного контракта. Более того, заставляет делиться с заработком кыргызские цирковые труппы, которые выезжают на гастроли на свои средства в зарубежные страны. Состояние отечественного цирка, также, по мнению его артистов, просто ужасное. Ремонт не производится более четверти века. Условий нет ни для артистов, ни для животных. Вот мне сейчас обидно. Как сколько раз приезжал, отобъяснял ему, что надо так делать, что надо поднимать молодых, поднимать надо молодых. Нет, ничего абсолютно. Циркой ничего не сделано абсолютно. С 1975 года там несколько дверей поменяли, несколько окошек поменяли. А также все развалено абсолютно. Вот директор цирка у нас бывший милиционер. Вот представьте себе, какое может быть искусство и какая может быть культура. Перейти на лицензионное программное обеспечение предлагает кыргызстанцам мировой лидер в производстве компьютерного софта. Компания Microsoft. Но осуществить эту зативу, похоже, в ближайшие несколько лет будет крайне сложно. Представители компании приехали в Бишкек и уже провели ряд переговоров с представителями правительства. Однако цена лицензионного программного обеспечения многим не по карману. Но гости предложили гибкую систему скидок, к примеру, для высших учебных и государственных учреждений. По словам директора программ по противодействию компьютерному пиратству Евгения Данилова, цели заработать на продаже программного обеспечения пока нет. Делегация приехала лишь изучить рынок и провести семинары. Но общество уже стало переживать, что власти снова начнут испытывать нововведения не на себе, а на простых пользователях. Участники встречи успокоили и заявили, что закон об авторских правах нужно дорабатывать. Мы понимаем, что в нынешних экономических условиях достаточно опасно настаивать на том, чтобы пиратство искоренялось какими-то административными силовыми методами. Поэтому я думаю, что в среднесрочной перспективе нужен вот такой баланс. С одной стороны, просвещение и обучение, с другой стороны, создание экономических и нормативных основ для того, чтобы пиратство снижалось, приведет к хорошему результату. На этом все. Спасибо за внимание и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok